Привет, друзья! Видите вот наклон фигурки велосипедиста? Помните, там, по-моему, плиты Майя или ещё где-то была нарисована картинка, которая возбуждала многих уфологов и других людей думать, что были цивилизации до нас, или были космические пришельцы. Помните, на плите вот такой вот мужичок нарисован? Да, вот кто вспомнит, я не могу вспомнить. Напишите мне, пожалуйста. И колёса, как сказал Роман Газенко, колёса сансары. Ну вот видите, всё в одном, и я очень благодарен нашим участникам школы Человек Большего, Homo Futurus, потому что сейчас жду ваших самых критических вопросов и критических замечаний. Почему? Потому что я вчера работал по интернету, помогал одной девушке снять стресс. Я спросил у неё, какое у тебя напряжение? Показал шкалу стресса, 10 это шторм, это штиль. Она говорит, вот столько. Ну, я говорю, ну, слава Богу, значит, сейчас нету стресса, как бы. Она говорит, да вроде нету, и улыбается. Я говорю, я вам сейчас скажу кое-что, что надо сделать. В течение одной минуты это сделайте, пожалуйста. И потом ничему не удивляйтесь, потому что всё, что вы сделаете, пойдёт только на пользу вам. И потом вы сами можете это повторять, когда у вас будут сложные моменты в жизни. Она улыбается и говорит, хорошо. Потом она сделала, приём исключая. И говорит, слёзы потекли, она так испугалась. Она говорит, что-то я плакать начала. Я говорю, вот, потому что книжки мои не читаете, и потому что ролики не смотрите. Поэтому, если вам хотелось, допустим, летать, а вдруг вы слёзами пролились, это значит что? Это значит, вы держали в себе такой потенциал напряжения, который даже не осознавали, а только сделали приём, напряжение снизилось ещё больше, если было вот столько, стало вот столько, и всё, что было накоплено, оказывается, вами неосознанное, которое вас держало в напряжении, а вы того и не знали, вдруг прорвалось. И поэтому теперь будет именно хорошо. Именно теперь вы будете улыбаться по-настоящему. И глаза будут улыбаться, и настроение будет другое. Ну, я это сказал ей быстренько, короче говоря, мы 2-3 минуты разговаривали. Она говорит, да, интересно, интересно очень. А я не ожидала, что я заплачу. Так вот, в чём дело, друзья. Я вам обещал рассказать, откуда у нас болезни. Потому что у нас очень много точек напряжения в межуровневом нашем, системном, так сказать, организме несогласованности психики, там, где сознание, подсознание, бессознательное, несогласованность с организмом, там, где у нас мышечные группы не так распределены, у кого там остеохондроз, у кого-то там мышцы, у кого же водок болеет. Вот эти несогласованности, они держат нас в напряжении. Мало того, если даже вообще ничем не болеешь, вот эти стрессы, которые накапливаются, они создают послойную-послойную такую вот деформацию внутри, которая недоступна нашему сознанию. А чтобы она стала доступна, чтобы вы сделали эту разгрузку, чтобы вы услышали свой организм, чтобы слезами пролились, или улыбкой заулыбались, или там дрожать начали, или там начали делать какие нужны организму приемы, чтобы разгрузиться, выйти на нулевое состояние безмятежности, где ноль, ноль, от десяти до нуля. Вот где ноль, вы это можете выйти за две-три минуты. И там в этом нулевом состоянии безмятежности уже помечтать о том, какими вы хотите быть, что вы хотите чувствовать, как хотите ходить, как хотите писать, как хотите рисовать. И у вас это будет лучше получаться, чем вы могли это делать раньше. Вот, друзья, для чего нужен ключ. Выйти на ноль, пролившись слезами, или заснув тут же прямо на месте, или задрожав, потому что это те действия, которые организм вдруг выпускает, когда вы снижаете напряжение с ожиданием улучшения. А если вы этого не знаете, вот этого комплекса реагирования, которое называется последействие, момент истины, тогда вы, столкнувшись с этим, неожиданно, например, думали, что будете летать, а на самом деле заплакали. Вот от этой неожиданности, от этого неведения у вас еще больше стресс вырастет. Поэтому я и говорю, смотрите наши ролики, подпишитесь еще на канал Телеграм, а там у нас еще чат есть, с которым общаются люди, обмениваются опытом. И задавайте, пожалуйста, и здесь на Ютубе, и там на Телеграме, и в школе обмена опытом, задавайте каверзные вопросы. Чем больше вы зададите вопросов, тем больше вы откроете для себя понимание, что такое метод ключа. Я в следующем ролике расскажу вам, что для понимания мало услышать, а надо озариться. А почему так происходит? Почему мы все слышим чего-то, нам кажется это понятным, потому что, вот мой афоризм вам, то, что мы слышим, нам кажется понятным. То, что мы слышали много раз, нам кажется очень понятным. А на самом деле, пока мы сами этого не поняли, мы ничего в этом не понимаем. До встречи, друзья. Я вам расскажу, от чего зависит понимание. Чтобы вы понимали все, что вы хотите. До встречи, παραчetos. И Продолжение следует...